Открытым оком. Том 17. Тема Потеряевка. Вопрос 3116. Как воспринимают ваши недруги отъезд из Потеряевки некоторых людей? Отвечает Игнатий Тихонш-Лапкин. С радостью спрогнозируем, что все у нас развалилось. Но уезжающие были случайными в деле восстановления поселка Потеряевки на христианских основах, на старинных русских благочестивых обычаев. Им ничто не было дорого у нас, они желали иметь и не давать. Кто радуется приезду оплученных за грех, они же потом будут разочарованы и приехавших к ним. Если уж у нас, где столько внимания уделено жизни во Христе, исследованию слова Божия, проповеди, когда батюшка непрестанно следит за недопущением нарушения устава деревни, то что будет с нарушителями, когда они попадут в среду, таких же, как они? Если их ребенка в деревне постоянно приходилось удерживать от злостного нарушения устава, то там, где все такие же, как и этот обалдурь, как ему в течение одного только года не стать подобным своим новым безбожным товарищем? Кто был в общине дерзок, он же там не сможет быть иным, но из него та же пульпа будет истекать, у отъезжающих воспаленная эйфория от обретенной, в кавычках, свободы. Что теперь они могут делать все, что им заблагорассудится? Но при том они еще пытаются убеждать себя и других, что они что-то там образуют, будут заниматься с детьми, как было у нас. И, конечно же, теперь они будут бурно духовно расти. Если бы они были хоть чуточку, хотя чуточку поумнее, то они бы рассмотрели путь тех, кто перед ними прошел таким же, как ныне у них путем. Все до единого растворились в мире или ушли в секты. Создать что-то на ровном месте, на бустыре, это не так просто, как пристать к чужому пирогу. Там, куда они уезжают, есть православная патриарша церковь. Ясно, что тамошние священия, как и везде, невозрожденные, и ему бы только удержать свою пасту в том, чему он их уже приучил. А тут какие-то пришельцы и учат по Библии, поп сразу же им объявит тотальную войну на изничтожение и задвинет их не в долгий ящик, а прямо в гроб. В небытие объявил сам вона, чтобы с чужаками, с лжеправославными, с баптистами приехавшими не встречаться. И все. Приходится искать новое место или гнить втроем, сидя на своих дрожжах. Погубили себя и, главное, детей своих угробили. Если бы мне пришлось быть на положении таком же в той местности, то попытался бы сразу же наладить контакт с батюшкой, одновременно начать работать, вести занятия по Библии. А далее, как обычно, трудиться и все предавать в руки Бога. Идти только тем путем, каким шли апостолы. Деяния 17.11-13. Здешние были благомыслине фессалоникских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая описание, точно ли это так. И многие из них уверовали, и из релинских почетных женщин, и из мужчин немало. Но когда фессалоникские иудеи узнали, что и верят, и проповеданно Павлу Слову Божию, то пришли и туда, возбуждая и возмущая народ. Деяние 19.9-10. Но как некоторые ожесточились и не верили в злословий путь Господень перед народом, то он, оставив их, отделил учеников, ежедневно проповедовал училище некого тирана. Это продолжалось за двух лет так, что все жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе, как иудеи, так и эллины. О свете, думаю, не стоит толковать, где нет светильника. Быть пленником в отмерь, весь шар земной не шире, чем кровать. И ноги не опустишь там, где змей. Вот так, обрекший себя и рот людской, на жалкое слепое прозябание, когда сплошные тучи, не нужен телескоп, ты обречен лишь вы и скрижетать зубами. А если от рождения без глаз, мир окружающий на ощупь и на слух. Такая с кем беда уже стряслась, он не для счастья рожден для долгих мук. Так что же сделалось, увы, с моим народом? Где Библия не стала во главу угла? Вершим историю дебилов и уродов, несемся к водопаду ночью без весла. Ключ разумения, взявшие монахи в богослужениях, увязли они мели. Читая Библию, приходится лишь ахать, обречены не плыть, а прозябать на мели. Такие ясные призывы иеговы идти, благовестить о подвиге Иисуса, сумели же принизить с богослужением провень. Святое место оказалось пусто, цвет Библии превыше всех галакти, тысячекратно ярче всех светил. Мед сотовый нам не настолько сладок, как царь Давид в восторге возвестил. Писанием живущие в обнимку, а благотворят от слышания зачатием. Ни слова, ни предлога не пропустят мимо, считают крошку благословением, счастьем. Скорблю о православной слепоте, умышленно лелеемой попами, стоять привычных аристам ум успеть. Слова апостолов с утра пришли на память. 29 апреля 2006 года Игнатий Лапкин Редактор субтитров А.Семкин Продолжение следует...